Но везде бензин один и тот же, да? Везде бензин один и тот же. Ну потому что мы не Венесуэла, потому что у нас другие зарплаты. Сформировалось такое мнение в обществе, что нефтепродукты являются чуть ли не главным триггером инфляции. Но это не монополизированный такой рынок у вас? А почему вы думаете, что это монополия? Потому что это большие деньги. Казахстан при трех постоянно действующих нефтеперерабатывающих заводах способен себя полностью обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов. Так же, как и без хлеба и без бензина, но ты жить не можешь. Мы вам предоставляем свой бренд, мы вам предоставляем свои стандарты и мы предоставляем вам свой продукт. Мы предлагаем предпринимателям стать нашими партнерами. Welcome! Все, кто хочет работать с казахой, мы готовы. Туллимин, здравствуйте! Здравствуйте! Я к вам приехала на заправку заправиться и поговорить о ваших новых автозаправочных станках. Замечательно! Я вообще обычно заправляюсь с 95-м? Так. Если я 98-й сейчас долью, это нормально будет? Классный выбор, не ошибетесь. Не ошибуешься? Да, то есть на повышение можно идти. А на понижение нельзя, да? Ну, если у вас такая замечательная машина, я думаю, 95-й и выше прямо вас примет на ура. Слушайте, а как вот понять качество бензина? У нас определяется качество бензина ГОСТами, паспорт качества предоставляется заводам. Тут самый актуальный вопрос – это сохранность качества. Дело в том, что у нас в Казахстане три нефтеперерабатывающих завода, которые снабжают 95% рынка казахстанского. И, соответственно, потеря качества происходит в момент транспортировки, хранения и непосредственно доставки. То есть на выходе из завода он хорошего качества, да? Есть определенный экологический стандарт. Вот мы же говорим К4, К5 и так далее. Сегодня казахстанские заводы производят топливо мирового класса. Это однозначно. Они все после реконструкции. Вы знаете, туда было вложено очень много денег. Руководство казна и газа об этом неоднократно сообщало. Поэтому я думаю, что уровень доверия казахстанскому топливу должен быть очень высоким. Сколько у вас сейчас стоит 98-й бензин? 230 тенге. А 95-й сколько стоит? 210 тенге за речь. 210 тенге. А в Венесуэле, знаете, литр бензина стоит 40 тенге. Замечательно. Я рад за Венесуэлу. А почему у нас он не дешевле? Ну, потому что мы не Венесуэла, потому что у нас другие зарплаты. И, кстати, я хочу сказать, что Казахстан входит в топ-10 стран с самым дешевым топливом. На ряду с Казахстаном и такие страны, как Венесуэл, вы правильно отметили, Сирия, Нигерия, Иран. Но, знаете, соседство с такими странами, я думаю, радости не доставляет нам, по большому счету. Поэтому это не является важным индикатором. Важный индикатор, какое количество топлива может купить среднестатистический гражданин на свой доход месячный. Так, все, да? Осторожно. Бензин, как хлеб, нужен всем. Вот с чего складывается цена на топливо? Потому что мы видим, что с каждым годом бензин дорожает. Во-первых, я не соглашусь с вашим тезисом, что бензин дорожает. На самом деле, да, есть, конечно, изменения цены. Но если мы посмотрим в ретроспективе, скажем так, и возьмем период 5-6 лет, и сравним с накопленным уровнем инфляции, то мы видим, что изменение цены на бензин произошло не столь существенно. Первая половина вопроса, с чего складывается стоимость. Во-первых, есть себестоимость производства бензина. Далее, значит, та цена, по которой мы приобретаем бензин у поставщиков. Ну и, понятно, есть доставка железнодорожным транспортом, есть доставка до нефтебаз, доставка с нефтебаз до наших автозаправочных станций, нашими автомобилями, хранение, само собой, и операционные затраты, коммунальные затраты, содержание автозаправочных станций, заработная плата персонала. То есть все-все это в итоге складывает определенную цену на продукт. Но, к сожалению, у нас сформировалось такое мнение в обществе, что нефтепродукты являются чуть ли не главным триггером инфляции. На самом деле это не так. Мы даже проводили исследования специальные, привлекали к этому делу экспертов. И вот простой пример. Допустим, сегодня цена дизельного топлива 250 тенге. Ну а где-то она дороже, где-то дешевле, пусть будет 250 тенге. Изменение цены дизельного топлива на 10%, то есть 25 тенге. И давайте посмотрим, как это скажется на стоимости продуктов и так далее. Вот, предположим, вы занимаетесь бизнесом, связанным с доставкой, производством и доставкой какой-то продукции. Пусть это будет, я не знаю, свекла, лук, картофель и так далее. И вот вы с юга везете его к нам сюда, в столицу, в Астану. Вот у вас фура 10 тонн, и сколько необходимо вам заправить в бак дизельного топлива, какое количество, чтобы его доставить? Ну, грубо говоря, 400 литров. И вот при повышении цены на 25 тенге, то есть получается, что вы должны будете 10 тысяч тенге, у вас происходит удорожание на 10 тысяч тенге. И вот вы везете 10 тысяч килограмм продукции, по идее, арифметический расчет, вы должны 1 тенге добавить на килограмм, правильно? А что делают, к сожалению? Ну, делают следующим образом. То есть вот солярка подорожала в дизельное топливо, значит, вот, допустим, 300 тенге стоила морковь, будет теперь 330. То есть не 1 тенге, не 301, а 330, понимаете? То есть здесь мы имеем дело с... Но вы же, получается, вы же все равно как бы триггер, да? То есть там поднялась цена на топливо. Ну, а потом несоразмерно поднимается на все остальное несоразмерно. Ну, несоразмерно, но разгоняете инфляцию, мне кажется, все равно... Слушайте, нет, мы... Нет, мы... Дело в том, что вот у нас официальный уровень инфляции, я сейчас смогу ошибаться, но где-то, наверное, там 8-10%, да? Так вот, есть понятие прямой вклад в инфляцию, косвенный вклад. Так вот, прямой вклад в инфляцию у нас составляет из этих там 80%, наверное, там 0,3%, понимаете? Есть такое расхожее мнение, что вот из-за того, что топливо подорожало, там, и начинают уже барбершопы, все остальные услуги, в аптеках цены растут и так далее. Причем тут барбершопы. Да, хотя из-за того, что столь пристальное внимание, безусловно, да, должны быть меры какого-то государственного мониторинга, контроля, чтобы не было злоупотреблений, как во всех развитых цивилизованных странах. Просто вы заметнее всего, как курс валют, да? Ну, возможно. То есть это вот как-то ты едешь, и ты видишь заправки, ты видишь цены, да? То есть, наверное, это просто заметнее, скорее всего. Даже там на 2 теньки поднимаете, на 5 теньки мы сразу это замечаем. Согласен, но если мы опять-таки будем говорить просто про домохозяйство, обычно сколько потребляют, ну, вот вы сколько в месяц? Литров 200-300, правильно, максимум? Я не знаю, честно. Ну, где-то литров 250-300, я вам говорю ответственно. На самом деле мы проводили тоже замеры общественного мнения, где-то так, в среднем. Ну, вот если там цена на бензин поднимется условно там на 10 тенге, то это даст 3 тысячи тенге ваш бюджет, по сути говоря. Вы говорите, вы не виноваты. Вы не замечаете, что у нас, допустим, продукты питания подорожали за все это время. Вы сейчас можете пойти в магазин, купить набор продуктов, заскринить чек, через год вы посмотрите и увидите, насколько все подорожало на самом деле. Поэтому вот то, что мы сейчас говорим, вклад цены изменений цены на нефтепродукты в инфляцию, это преувеличенное мнение, на самом деле так. Но я об этом говорю сейчас, наверное, больше как экономист, и люди могут, ну, нашу публику заподозрить, что я заинтересованное лицо. Но хотя это экспертное мнение, и мы специально проводили, я еще раз говорю, да, исследования на эту тему привлекали экономистов, и они подтвердили, что на самом деле вклад в инфляцию, он незначительный. Но все-таки это же социальный продукт? Ну, в какой-то мере да. В какой-то мере социальный продукт, но... Ну, так же, как и без хлеба и без бензина, но ты жить не можешь. Допустим, в соседних странах, Россия, Россия добывает больше 500 миллионов тонн нефти. Это страна номер один, ну, или номер два. Допустим, в Саудии они всегда первые места занимают, да, по добыче, по переработке. И сегодня цена на бензин в России, в переводе на тенге, составляет порядка 500 тенге. Вот, кстати, почему не всегда два раза дороже? 560 тенге. Вот, но там, конечно, повышенные акцизы на топливо. Вот, но я к чему говорю? Это не только Россия, это касается всех наших соседних государств. И в Киргизии, и в Узбекистане везде цена дороже. И цена на нефтепродукты, она ведь в конечном итоге формирует и маржинальность нашего бизнеса. Вот, я же вам говорил о том, что когда ездишь по миру, всегда удивляешься, что вроде бы наши услуги, услуга дателей, наши бизнесмены на уровне, если мы говорим об отелях, о ресторанах. А вот если говорить о рынке автозаправочных станций, то мы существенно отстаем. Это из-за того, что у нас рынок недооценен, у нас нет маржи. Я была на этой заправке, заправлялась. Ела здесь даже у вас хот-дог, кстати, очень вкусный. Спасибо. У вас все сейчас заправочные станции вот так выглядят? Нет. Сейчас, в данный момент, на данную минуту 185 автозаправочных станций такого формата. Но есть побольше территория, есть поменьше где-то. Кинотеатры, говорят, зарабатывают не на фильмах, а на попкорнах. У вас нет такой истории, что вы не на бензине зарабатываете, а вот на магазине? Пока нет. Но мы стремимся к этому. То есть это ваша цель? Это наша цель, потому что вообще принятая практика мировая, 60% доходов в заправочные станции генерят именно на продаже сопутствующих товаров. То есть ваша задача заманить сюда водителя, чтобы он так вот прошел, купил какой-нибудь тархунчик. А цены у вас дешевле, чем в супермаркете? А еще лучше, если он купит не тархун, а купит у нас свежеприготовленную продукцию, потому что, понятное дело, маржинальность выше. Сосисочки? И мы будем, да. А цены у вас дешевле, чем в супермаркете? Ну, примерно на уровне. У вас здесь еще и книги продаются, да? Что стоит у Лимис? Это ваша подборка. С недавнего времени, но некоторые из них, скажем так. А так у нас есть специальная служба. Что у вас здесь можно вкусненького перекусить? У нас тут все свежее, поэтому за качество я отвечаю, как говорится, да, мы гарантируем. Я углеводы не ем, но сегодня сделаю исключение. А есть хот-дог? Вот я хочу хот-дог. Давайте я попробую объяснить. Датский, это вот когда вот так вот он раскрывается, булочка, туда... Я вообще не эксперт, оказывается, в хот-догах. А французский? А французский, он такой более удобный для употребления. А чем вы его заправляете? Майонезом? Я рекомендую. И то, и другое так же, да? А что вкуснее, датский или французский? Ну, это способ приготовления, просто удобнее будет есть французский. Давайте французский. Казахстан богат нефтью, да? И я вот всегда думаю, почему на стране всего три НПЗ? Ну, мы... Вот вы как эксперт считаете это достаточно вот для нашего рынка? Мы считаем, я считаю, что это достаточно. А почему вот происходит иногда дефицит? Там, говорят, одно НПЗ там сломалось, второе там, я не знаю, на профилактике, да? Дело в том, что Казахстан при трех постоянно действующих нефтеперерабатывающих заводах способен себя полностью обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов. Но опять-таки мы же живем не в закрытой системе. У нас есть соседние государства. И я уже плавно перехожу вот к последствиям того, что у нас такой диспаритет в ценах. И, соответственно, происходят перетоки. Например, международные транзитные фуры, они ездят по всему миру, они заезжают на территорию Казахстана, максимально заправились, при выезде опять максимально заправились. Это огромные баки у них, там тонны, иногда даже больше тонны. Бывает, они какие-то емкости у себя конструируют, устанавливают и так далее. И это очень большое количество продукта, который вывозится из Казахстана, как на юге, так и на севере. Соответственно, эффект дырявого ведра имеет место. То есть пока у нас более-менее не будут сопоставимые, скажем так, цены, проблема перетоков будет сохраняться. А тут же, видите, вопрос строительства там очередного НПЗ, это опять отвлечение государственных денег, это опять история в долгую. Ну и потом надо понимать, что рано или поздно у нас будет единый энергорынок с государством Евразийского Союза. И, соответственно, страны, где есть профицит производственных мощностей, так или иначе будут заходить на наш рынок, допустим, та же самая Россия. А у них профицит производственных возможностей. Но они-то зайдут со своими ценами, а у нас-то цены дешевле. Так, я еще раз говорю, у нас же будет все равно выравнивание. Когда мы зайдем в единый энергорынок, понимаете, рынок, ты уже по-любому против рынка не пойдешь. В любом случае, например, мы не можем держать цену в два раза дешевле, понятно, будет вымывание, правильно? Или в два раза дороже, тогда у нас не будет происходить реализация. Это закон рынка. Поэтому я не считаю, мое личное частное мнение, я не считаю, что Казахстану нужно еще какие-то дополнительные мощности. То есть вас все устраивает, что у нас 3 МПЗ и вам норма? Ну как устраивает? Опять-таки, конечно, я же не только представляю компанию, я гражданин. Поэтому, да, мы тоже сталкиваемся с дефицитом продукта. Временно какие-то происходят у нас ограничения и так далее. А какой объем вот нефтепродуктов вы на этих 3 МПЗ берете для своей сети? Наша компания порядка 25% розничного рынка занимает реализацию. То есть 25% с 3 МПЗ забираете вы? Я почему-то думала, что больше. У вас же лидер среди... Вы, наверное, нас несколько переоценили. Да, безусловно, мы лидер. У вас больше всего автозаправочных станций. Но в Казахстане порядка 4,5 тысяч автозаправочных станций. 4,5 тысячи, из них 300 ваши? Нет, у нас больше. У нас порядка 380 станций. То есть вы видите, что по количеству АЗС у нас там где-то процентов 8-9. По количеству АЗС, а по реализации мы занимаем 25%. Вы сами часто здесь перекусываете? К сожалению, хотелось бы чаще, но не получается в связи с загруженностью. Выгодный это бизнес? На него нельзя, наверное, так ответить однозначно, если честно. Любой бизнес, он должен зарабатывать деньги, правильно? То есть, но если мы смотря с чем сопоставляем, с чем сравниваем, если мы говорим о том, что это сфера торговли, то норма рентабельности в данном бизнесе 2 раза ниже, чем в сфере торговли. У нас в сфере торговли по стране норма рентабельности 25% составляет. В данном АЗС бизнесе она на порядок ниже, где-то на уровне 12%. Если мы сравниваем с автозаправочными станциями соседних стран, то тоже мы здесь уступаем. Например, мы часто бываем в Украине, в Узбекистане были недавно. Там гроз маржа с 1 литра составляет порядка 80-100 тенге. В Казахстане гроз маржа составляет 25 тенге. Рынок цен на топливо регулирует же государство у нас, да? Было соответствующее постановление правительства, и цены были зарегулированы на полгода. Полгода вы не имеете права повышать цены? Ну и сейчас оно как бы продлено. Цены зафиксированы предельно допустимые. То есть ниже можно, выше нет. Соответственно, мы в рамках этого коридора и работаем. Вы сказали, что качество бензина может испортиться при транспортировке. А что может произойти с этим топливом? Нет, смотрите. Есть производитель, есть логисты, есть хранение нефтебазы, есть точки реализации автозаправочной станции. И вот как раз таки, если целенаправленно, скажем так, либо непредумышленно не соблюдать качество, можно допустить смешение, к примеру, да? То есть безлабинская какая-то может быть и так далее. То есть, например, я там, типа, бензовоз до этого возил 92-й бензин, а потом залили дизельное топливо. А потом залили дизель, а потом 95-й. Ну, примерно, а потом опять 95-й. То есть это такое возможно? Нет, ну, это же в мире вообще все возможно, да, Динар? Но еще раз говорю, есть регламенты, есть какие-то внутренние стандарты, которые компания стремится сохранять. А вот вы каждый проверяете, например, в Геблан на молочной ферме, там приезжает молоковоз, да? И там сразу лаборант проверяет молоко, да? Ну, вроде бы одна ферма, один фермер. Но каждый раз качество молока разное. Наверное, было бы слишком самоуверенно заявлять о том, что мы уже достигли некого апогея в своем развитии. Как говорится, мы не волшебники, мы только учимся, да? Но мы очень пристальное внимание обращаем к вопросу качества продукта, качества, точности налива и так далее. Ну, можно очень много об этом говорить, но вот раз мы уже говорим про ребрендинг, возможно, складывается ощущение, ну, поменяли вывеску и все. На самом деле это глубоко не так. Мы меняем не только наименование компании, наименование автозаправочной станции, мы меняем полностью весь технологический процесс, мы меняем топливо-раздаточные колонки, мы меняем систему хранения. Там под землей находятся на территории АЗС резервуары, да, подземные. Вы их тоже меняете? Полностью, их все меняем. А почему вы их меняете? У них есть какие-то свободности? Ну, потому что есть какой-то, есть срок, понятное дело, есть износ самортизированных, в конце концов. Поэтому мы сейчас все это меняем. Мы устанавливаем топливо на раздаточные колонки лидера этого сегмента, немецкой компании Joe Bargo. Это как, условно говоря, Mercedes на рынке автопрома. Самое главное, мы полностью поменяли формат наших магазинов, сервис, учетная система у нас поменялась, поменялась косвая программа. То, что мы видим за рубежом, да, потому что даже фильмы голливудские, даже в старых голливудских фильмах ты смотришь, то есть там у них все время же в кино почему-то заправки, да, вот они обязательно какая-нибудь съемка на заправке. И там заходит человек, покупает там чипсы, колу, еще что-то, да, там проходит. То есть там всегда какая-то жизнь кипит. И вот вы правильно говорите, я с вами полностью согласна, что да, мы растем, сервис у нас растет, у нас театры красивые, банки красивые, да, все. Но заправки реально хромали. Но последние года 3-4 я вижу, что у нас нормальные заправки. То есть ты заходишь и реально можешь там перекусить. Но мы смеем надеяться, что мы тоже свою лепту в это внесли. Ну, однозначно, однозначно. И как признание наших заслуг, есть такое международное авторитетное занятие Superstation, и они Superstation Pro. В прошлом году был рэнкинг автозаправочных станций, которые, скажем так, меняют экосистему вокруг. И мы заняли топовые позиции в этом рэнкинге, что было очень приятно для нас. Когда я вижу такие бензовозы, мне всегда страшно. Я стараюсь близко не ехать. Там, наверное, огнеопасно. Это реально огнеопасно? Ну, безусловно, да, конечно. А в чем опасность? Ну, это же нефтепродукт, легко воспламеняемая жидкость. Поэтому здесь требуются определенные меры безопасности и так далее. Именно таких новых бензовозов мы приобрели 25 машин. Но будем постоянно этот парк обновлять. Всего у нас порядка 200 автотранспортных единиц. А сколько стоит такой бензовоз? Так, если я не ошибаюсь, ну, это больше 40 миллионов в тенге. Больше 40 миллионов в тенге, да? Да, да. А можно так купить бензовоз и дать вам в аренду? Нам можно не дать в аренду, но для нас можно оказывать услуги. А-а-а. Да, услуги перевоз. Ну, это не монополизированный такой рынок у вас? А почему вы думаете, что это монополия? Потому что это большие деньги. Да нет, ну, не везде же здесь большие деньги монополия. То есть, если я куплю такой бензовоз, я приеду к вам и скажу, Тульмис, я хочу возить ваш бензин. И вы мне дадите такую возможность? Если у нас реально есть проблемы с транспортом, да, то есть мы, например, на западе Казахстана, у нас же везде автозаправочные станции, у нас аутсорсинговые компании оказывают до 70% перевозку от нашего собственного объема. То есть мы, безусловно, это конкурентный рынок, мы смотрим те, кто тендерим это все. И вы можете принять участие, если вы владелец автотранспортных средств подобного плана, вы можете принять участие и выиграть тендер, и перевозить для нас услуги. А франшизу можно купить? Франшиза, она не продается в классическом виде, да. Мы предоставляем эту франшизу, то есть мы предлагаем предпринимателям стать нашими партнерами. Как это работает? Вы со своим капиталом, ну, условно, 200-300 миллионов тенге необходимо, чтобы воздвигнуть станцию такого среднего формата. Вот вы заходите с деньгами, у вас есть земельный участок, мы вам предоставляем свой бренд, мы вам предоставляем свои стандарты, и мы предоставляем вам свой продукт топлива. И работаем дальше совместно. А прибыль как делим? Прибыль мы делим где-то 50 на 50, 60 на 40. В зависимости от себестоимости, в зависимости от локации автозаправочной станции. Поэтому я считаю, что это очень выгодный бизнес, и возврат на инвестиции составляет примерно в годах 3-3,5 года. Что мы предлагаем? Мы говорим, давайте будем партнерами, давайте будем развиваться вместе. То есть тут же такой момент, партнер задается вопросом, что даете вы мне, и что должен дать я вам. Предложение следующее. Если частный предприниматель готов инвестировать в строительство автозаправочного комплекса, то мы со своей стороны гарантированно даем ему первый продукт, второй свой бренд, третий все наши стандарты, четвертый мотивационную программу, то есть мы готовы мониторить, покупать. Но строить-то я буду сама? И так далее. Вы строите сами, мы предоставляем вам проект, мы предоставляем вам подрядчик. Ну сколько это примерно стоит? Примерно, но опять-таки зависит от того, какая заправочная станция. Вот это небольшая, я хочу построить. Небольшая автозаправочная станция, я думаю, где-то будет стоить порядка 200 миллионов тенге. 200 миллионов тенге? 200 миллионов тенге. Через какое время я верну эти деньги? Ну, зависит от реализации, но если на проектную мощность выйдете, то полагаю где-то 3-3,5 года. Но я не обязана работать с вами всю жизнь, да? Нет, конечно, у нас будет контракт, и сам партнер заинтересован в том, чтобы этот контракт был долгосрочным. А вы научите вот прям полностью всему-всему-всему, да? Всему, абсолютно всему. Всем процессам. Мы даем прям наш бренд-бук, мы даем все-все наши инструкции, все наши регламенты. Ну классно. Слушайте, вам ничего не нужно делать, вам нужно просто быть готовыми. Продав квартиру свою, инвестировать деньги. Открою заправку. Да, и просто будете сидеть и наслаждаться. Потому что это как продуктовый магазин, да? То есть бензин всегда всем нужен, да? То есть ты будешь все время продавать. Да, но еще я вам говорил, возврат инвестиций от реализации топлива, еще же есть магазины. Да. И мы с некоторыми... Это, кстати, классная идея. Да, мы с некоторыми партнерами по магазинам тоже там у нас есть особые договоренности и так далее. Магазины, кстати, нельзя их недооценивать. Вообще мировая практика, они 60% дохода генерят. В Казахстане, конечно, намного меньше, но мы смело и уверенно идем к этому показателю. Поэтому, я думаю, те, пользуясь этой площадкой, хочу сказать, те люди, которые выберут такую форму сотрудничества, они об этом не пожалеют. У нас сегодня уже есть 6 автозаправочных станций, которые возвели по новым стандартам Казахоэлл. До конца года у нас 12 контрактов. Но мы тщательно, конечно, отбираем. Мы тщательно отбираем. Мы отбираем с точки зрения того, там, земельный участок должен для нас подходить. Ну, там куча-куча есть разных моментов. Комплайенс и все остальное, как положено. Но желающие есть. И я еще раз хочу сказать, welcome. Все, кто хочет работать с Казахоэлл, мы готовы. 60,5 миллиардов тенге стоила сама покупка сети автозаправочной станции. А сколько вы потратили на ребрендинг? На ребрендинг мы всего планируем потратить порядка 65 миллиардов. Но по итогам этого года цифра составит 39 миллиардов. Я считаю, сегодня, в нынешних реалиях, наверное, нет таких аналогов. Реально, когда в столь короткое время, столь большие инвестиции и столь качественные преобразования происходят. Поэтому я без ложной скромности скажу, наверное, наша компания является таким хорошим образцом того, как правильно... Ну, то есть я сейчас не говорю именно про Казахоэлл, про Петритэлл. Я в целом говорю о том, что эффект приватизации. То есть после перехода в частные руки, как меняется бизнес. А как поменялась жизнь у сотрудников сети автозаправочных станций? То есть у них зарплата выросла? Да, мы подняли зарплатную плату своим сотрудникам. С того момента, как мы начали оперировать, зарплата сотрудников повысилась где-то на 57-70%. Ну, круто. Я тоже думаю. То есть они обрадовались вашей покупке? Ну, вы знаете, это же происходило не одномоментно. То есть самое главное, мы сохранили рабочие места. В этом отношении это было одним из необходимых требований, условий сделки. Сохранили рабочие места. В пандемийный период мы никого не сократили. Хотя было очень непросто. Падение продаж достигло катастрофической цифры 50-60%. Тем не менее, ни одного сотрудника мы не сократили. И как только появляется возможность, мы, конечно же, пересматриваем условия труда для наших работников. Что мне нравится на заправках нового такого формата, да, то, что мы раньше видели, там, только в голливудских фильмах или там за рубежом, да, что ты можешь зайти, сходить в туалет, да, там, помыть руки, купить себе напитки. Вот я сейчас, например, когда еду в Караганду, ну, то есть я уже не закупаю, там, дома не беру воду, да, то есть я знаю, что я точно могу заехать по пути на заправку, и там точно все есть, да. Сколько у вас заправок именно вдоль трассы, да, потому что, ну, мы знаем, что одна из болей нашей страны, это туалеты. Вообще, исторически так сложилось, что заправочные станции «Казмной газ», которые мы приобрели, они всегда были трассовыми. Именно поэтому и больше продумали дизельное топливо в нашей корзине. Ну, конечно, есть и городского формата. Сейчас там конкретно сказать, на какой трассе сколько заправок, конечно, не будет сложно, но я могу сказать, что точно процентов 60-65 наших автозаправочных станций трассовый формат. Именно для тех, кто совершает трипы, путешествия. А будет еще стоить? Ну, мы на сегодняшний день сфокусированы на ребрендинге и реконструкции. Мы уже построили 6 автозаправочных станций. У нас в планах, да, действительно есть. Но еще раз хочу отметить, что самое главное сейчас до конца 2023 года, потому что у нас лицензионный договор с «Казмной газом» до этого времени, провести те качественные изменения. Мы должны постепенно отойти от наименования «Казмной газ» и прийти к нашему новому бренду «Казахойл». Почему вы не едите сосиски? Это очень подозрительно. Я просто отвечал на вопросы. Знаете, если вы едите свои хот-доги, значит, все нормально. Кто-то сейчас проверяет? Мы едим. У нас даже в офисе мы открыли у себя «Кью-кафе», «Казахойл» кафе. Вся продукция, которая здесь представлена на АЗС, она есть у нас в офисе, и мы питаемся исключительно этой продукцией. Норвегия, один из лидеров добычи нефти, отходит сейчас от нефтяной зависимости в пользу экологии. Вы все-таки расширяете свою сеть, то есть все больше и больше. У вас там реновация, ребрендинг, вы строите новые автозаправочные станции, ищете партнеров через нас. Нет, я сама даже задумалась об этом. Но вы же понимаете, что как бы наступает эпоха электрокаров, что будете дальше делать? Понимаю. Или вы рассчитываете, что типа на ваш век хватит работы? Но вы знаете, все же происходит внезапно, да, вирусно. Поэтому сейчас какие-то прогнозы строить, что рынок двигателей, машин на двигателе внутреннего сгорания будет существовать до такого-то времени, конечно, это будет не столь благонадежно. Хотя, конечно, есть различного рода исследования этот счет, и эти исследования говорят о том, что, ну, как минимум до 2035-2040 года даже в развитых странах, то есть этот бизнес будет активно развиваться. Я уже не говорю там про наши страны и так далее. Но вы правильно подметили, рано или поздно все равно это неминуемо. Сейчас везде там углеводородный след, декарбонизация и так далее. Это тренд. И мы тоже будем следовать этому тренду. И спрос рождает предложение. Сегодня, конечно, да, наш продукт востребован, со временем востребованность его будет падать. Но как раз-таки магазины, о которых мы говорим, мы становимся, мы не просто, даже в нашей стратегии сказано, что мы не компания, которая продает нефтепродукты, которая продает там дизельное топливо, бензин и так далее. А мы компания именно, которая является своего рода центром притяжения. Короче, если нам не нужен будет бензин, мы просто будем заезжать к вам. А в любом случае вы будете, условно преодолевая расстояние. Ну или кокары мы будем все равно заправлять к вам, да? В любом случае, в любом случае, вам надо будет где-то перекусить, правильно? Вам надо будет дорогу что-то купить. Короче, вы не проиграете, да? Вам надо будет зарядить электрокар. Ну, время покажет, но мы в это верим. А можете привести пример вот вашего успешного партнерства, когда человек поверил, да, пришел, там, построил за свои 200 миллионов тенге заправку, вы с ним делите прибыль пополам, да, то есть это же тоже нужно еще рассчитать, и у него все хорошо. Ну таких, дело в том, что… А у вас конкретный есть пример? Ну, и конкретный пример есть. У нас в Актюбинской области есть партнер, который построил автозаправочную станцию по нашему проекту, по нашим требованиям. Мы ему предоставили все стандарты, и за счет того, что очень, ну, конечно, очень удачная локация, очень хорошее такое место. А что за локация? Поселок Киргиз, это Актюбинская область. То есть там, видимо, нет больше заправок, да? Да, дело в том, что там очень хороший трафик, вот, и, значит… То есть какая-то локация, где все останавливаются, да, видимо? Да, и этот партнер поверил в нас, один из первых, но он уже практически за столь короткий… У нас же бренд сам молодой, я только что говорил, что там 3-3,5 года надо отбивать, а мы в 2020 году только бренд «Казахуэлл» запустили. Поэтому, конечно, мы сейчас не можем говорить о том, что у нас там столетняя история. Но это вот один из тех случаев. У нас один партнер в Кустанайской области, уже один построил две автозаправочные станции, еще очередную станцию строят. В Шимкенте у нас есть успешные примеры. Так что примеры есть. Я же говорю, 6 партнеров, они уже возвели, 12 стоят в очереди, уже строят, до конца года должны построить. И целый пул проектов, который мы сейчас рассматриваем. А как вот вы изучаете своих конкурентов? Кто ваш конкурент? Наши основные конкуренты, они очевидны, это «Синаойл», «Гелиус», «Газпромнефть». Ну а дальше региональная специфика, в Астане, например, «Номат», на западе «Нефтек». Но везде бензин один и тот же, да? Везде бензин один и тот же. То есть вы, по сути, конкурируете в маркетинге? Мы, это, наверное, будет звучать несколько высокопарно, но мы, еще раз говорю, да, мы не продаем бензин. Как основатель «Ревлона» говорил, да, мы не продаем помаду, мы продаем надежду. Так мы не продаем бензин, мы обеспечим энергобезопасность страны. То есть у нас более такой глобальный подход. Ну а если уже более конкретно говорить, то, конечно, да, продукт везде идентичный. И выиграть на этом рынке можно за счет более дружелюбного, более такого, знаете, оптимального подхода к своим клиентам. Улучшение бизнес-процессов, непрерывная трансформация, кайдзен, сокращение затрат, максимизация прибыли. Ну то есть то, из чего стоит любой бизнес в принципе. А если бы Petro Retail не купил бы, да, сеть заправок «Азманый газ», и они бы остались сейчас в государстве, да? То есть вот государство, если бы делало этот ребрендинг, да, там захотело тоже увеличить заработную плату, да, все поменять, там резервуары. То есть это бы так же происходило быстро? Ну, как бы, жизнь же не любит сослагательного наклонения, да, тут сложно сказать, как бы было, но можно предположить. То есть нам, вот потребителям, выгоднее все-таки было, чтобы сеть «Азманый газ» была государственной, или же вот нам выгоднее, когда вот сейчас она у частных лиц? Это, конечно, может выглядеть как субъективное мнение, но, конечно, выгодно, когда это будет частно. Почему? Потому что, ну мы это уже проходили, да, там, в Советском Союзе, в том же самом и так далее. То есть рыночная инициатива всегда побеждает в госуправлении, какую бы она замечательную ни было. И не от того, что там хорошие или плохие менеджера, нет. Там просто процедуры так прописаны, там куча согласований, моментов. Теряется, теряется инстинкт хищника. То есть когда человек работает, ну, скажем так, на себя, когда есть уже своя личная, собственно, инициатива, инвестора, да, соответственно, у него уже другие требования к персоналу, к менеджменту и так далее. Когда это государство, там это все размывается, понятное дело, там уже совсем другие KPI. Я полагаю, что вот наша компания, тот кейс приватизации, который мы совершили, он является таким очень показательным. Почему? Потому что, ну, как можно судить, это было успешно или неуспешно, да, вот на самом деле. Наверное, можно судить, потому что, что изменилось после этого. Ну, во-первых, мы начали платить гораздо больше налогов. Допустим, стартовались 400 миллионов, в прошлом году мы заплатили более 9 миллиардов налогов. Во-вторых, это тот же самый вот фонд оплаты труда, это все-таки какие-то новинки, новизна. То есть мы же находимся в конкурентной среде, и мы постоянно должны, то есть или ты стоишь, и тебя обходят, либо ты включаешь пятую скорость и начинаешь на максимуме бежать и двигаться. Поэтому в этом отношении, конечно, я думаю, что выиграли все. Во-первых, выиграл Казмоногаз, который, я считаю, что по очень хорошей цене, на хороших условиях этот актив реализовал. От этого выиграло население, потому что они начали получать более качественные, я полагаю, все-таки услуги. Мы проводим различного рода опросы, общественное мнение, и нет оснований им не верить. Ну, есть, это же розничный бизнес. Всегда вы рискуете столкнуться с, скажем так, не совсем хорошим сервисом, всегда какие-то проблемы возникают. У нас тем более 400 точек по Казахстану. Но в целом сам факт того, что у нас растет доля рынка, что у нас растет реализация, говорит о том, что люди выбирают нас, они голосуют своим тенге. То есть никого под дулом пистолета не заставишь к нам заезжать. Я полагаю, что от этого люди выиграли, они получили более качественные услуги, качественный сервис. То есть выиграло государство в плане того, что налоговые поступления стали лучше и выше. Так что я думаю, что все от этого процесса выиграли. И как раз-таки пример нашей компании является, опять-таки повторюсь, таким очень наглядным и показательным. Но тем не менее у вас все равно есть недовольные клиенты. Но они будут. Без этого никак. Но раньше это вообще игнорировалось, когда это был Казмон и ГАЗ, да? А сейчас вы уже более детально, вот я вижу, вы включаетесь в процесс, ваш пресс-секретарь, прям начиная там переписку эту активную, я видела, да? Как у нас это работает? У нас есть специализированный департамент, который постоянно держит руку на пульсе и сверяет часы, скажем так, с мнением наших клиентов. То есть мы все фидбэки отслеживаем. То есть куча есть про площадок, там на Тугисе кто-то пишет, в Фейсбуке и так далее. Благо мы живем в открытой стране, в открытом обществе, свобода слова. Каждый может свое мнение сказать. Поэтому мы это все, конечно, отслеживаем, мониторим и принимаем какие-то меры. Плюс мы специально выделяем большие деньги на институт тайного покупателя. То есть люди приходят и под таким совершенно обычным видом что-то там покупают, ходят в туалет, не знаю, там пьют кофе, а потом уже дают нам свою оценку. А сколько вы тратите на это денег? Ну, скажу так, это не один десяток миллионов тенге. И это выгодно, да? Конечно, это выгодно, потому что за счет этого мы... Это выгоднее, чем потом собирать... Да, мы повышаем качество. Ведь мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы соответствовать ожиданиям наших клиентов. Плюс у нас сейчас есть мобильное приложение V-Life. Соответственно, люди и там могут оставить какие-то свои отзывы и пожелания. То есть в любом случае намного лучше потратиться на, скажем так, изучение общественного мнения и исправление ситуации, чем игнорировать эти вещи и потом видеть это в виде снижения продаж. Есть вероятность того, что сеть автозаправок «Казахойл» вернутся снова к государству? Ну, гипотетически можно предполагать, конечно, все что угодно. Но опять-таки, как я уже говорил, есть очень ощутимые результаты от приватизации данной компании. Поэтому, ну, даже если предположить, ну, послушайте, ну, инвесторы заплатили очень большие деньги. Мы капексную программу, то есть программа реновации наших активов, я сегодня уже эти цифры озвучивал, когда мы были на АЗС, я говорил, мы уже 39 миллиардов потратили, еще 25 миллиардов потратим. Это огромные колоссальные деньги, по сути говоря. Поэтому я не думаю, что государству будет выгодно все это возмещать, возвращать. Для чего? Во имя чего? Тем более, когда в результате приватизации все стало только намного лучше. Кто этим потом будет управлять? Это просто, ну, аллогичное какое-то будет решение. Но я, конечно, не decision maker, я сейчас не могу говорить о том, может случиться, не может случиться. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения того, что мы видим, мы видим, что опыт приватизации, в принципе, на примере нашей компании, более того, я думаю, его надо расширять. Это касается не только нашего бизнеса. У нас же ведь у национальных компаний много различных, зачем, зависимых организаций. Я полагаю, что в свое время правительство Казахстана приняло очень правильное решение приватизировать эти объекты. И у государства должны быть только ключевые функции, защита интересов, общественные блага, инфраструктура. А там, где конкурентная среда, ну, это абсолютно конкурентная среда. Я сегодня говорил о том, что в нашем бизнесе абсолютно нет никакой олигополии или еще чего-либо. Мы в конкурентном рынке находим. Есть Гелиос, есть Синавелл, Газпром, Номат, там, Аурика и так далее. Их много-много-много, да, Роял, Петрол и так далее. И вот на этом конкурентном рынке зачем нужно толкаться к государству? Мне понравилось в вашем логотипе, что латиница. Потому что я сама участвовала в ребрендинге телеканала «Казахстан» в 2017 году. И мы тоже первые перешли на латиницу. «Казахойл» звучит очень стильно. Почему вы решили именно так? Тут несколько факторов. Во-первых, это как бы возвращение к истокам. В самом начале автозаправочной станции «Казмонагаз» так именовали с «Казахойл». А во-вторых, ну, самые существенные, мы хотели подчеркнуть нашу национальную айдентику, так называемую. И вообще вся философия нашего бренда строится вокруг того, что мы все-таки представляем «Казахстан», «Казахойл», «Казахский продукт». И нужно этому громкому имени соответствовать. Соответственно, мы не можем опуститься ниже определенной планки. То есть мы каждый раз со своими людьми, когда общаемся, беседуем, прокачиваем их, мы говорим, слушайте, за нами, ну, это пусть покажется высокопарная, пафосная, да, но за нами реально страна «Казахойл». «Казахойл», мы не имеем права опуститься ниже определенного уровня. То есть работать должны из-за себя, из-за того парня, из-за совести. И это очень важно, потому что мы полагаем, что те изменения, которые мы привносим, вот из этого складываются изменения в целом общества, страны и всего остального. Основной принцип нашей компании – это, первое, открытость, честность, взаимное доверие и непредубежденность. То есть социальные лифты работают, люди делают карьеру, люди видят отношения к себе, и они тем же самым платят. Мы запустили такой уникальный проект «Лига чемпионов», то есть никогда такого не было. Мы отбираем лучшие автозаправочные станции в режиме онлайн, вот, допустим, если вы интересуетесь футболом, ну, или как-то там, я не знаю, так или иначе, наверное, проявляли к нему интерес, да, есть такой турнир «Лига чемпионов», очень популярный, медийный, коммерческий и так далее. И вот мы у себя разбили наши автозаправочные станции тоже по категориям, по различным лигам, условно там «Ла Лига», «Серия А», «Премьер Лига» и так далее. И они соревнуются между собой. Лучшая автозаправочная станция по итогам года, весь персонал поедет отдыхать на какой-то мировой курорт. Это будет Дубай, Турция, ну, как пожелают они. Супер. Остальные ценными призами вознаграждаются. И самое главное, они видят свой уровень в текущем моменте. Это очень важно. И то есть не когда там пройдет там три месяца, месяц и так далее, а вот именно сейчас. Соревнования устроены. Они приходят, допустим, да, и вот, допустим, вы менеджер АЗС, вы говорите, ребята, вот мы сейчас на таком-то месте, давайте чуть-чуть подсоберемся, нам надо совсем много. А сколько вот в АЗС, в одном АЗС работает примерно человек? Примерно 11-12 человек. То есть вы 11-12 человек отправите на отдых? Совершенно верно. Таких проектов у нас очень много. Недавно мы провели форум, мы собрали со всего Казахстана 250 менеджеров. То есть мы берем на себя, опять-таки, как бы это там не звучало прям так громко, на самом деле мы именно так работаем, потому что по-другому никак. Мы говорим, вот как в свое время, помните, была в советское время такая программа, да, ликбез, ликвидация безграмотности, и когда вот эти десятитысячники, да, людей собирали там заводов, путиловский завод и так далее, и направляли в массы для того, чтобы они меняли сознание, ликвидировали безграмотность и так далее. И мы говорим, слушайте, у нас 5 тысяч человек работает, это смесье с семьями 20 тысяч человек. Мы говорим, мы являемся источниками изменений в обществе, в стране, потому что страна это мы, а не кто иной. Ну, когда мы говорим, жана Газахстан, мы должны понимать, что жана Газахстан начинается с нас. И тогда, когда страна будет открытая, честная, демократичная, где будет взаимное доверие, где будет взаимовыручка, в конце концов, вера в какую-то большую идею, люди будут работать именно во имя этой идеи. И мы хотим, чтобы у нас наша компания была именно так. У нас очень много менеджеров, которые с заправщиков доросли до уровня, не только менеджеров стали территориальными менеджерами. Есть люди, ребята, которые стали директорами филиалов.